Привет! Жду, пока выпьешь. Поскорее на Матвич. К нему. Так впервые счастливый отец увидел первенца. Для самого маленького на тот момент анапчанина приготовили подарки. Честовали на главной сцене и молодоженов, зарегистрировавших свой брак в День города. Они также получили подарки, а невеста в свою очередь бросила букет в зал. Его поймала анапчанка Илона Машковская. Я, честно говоря, никогда в жизни не ловила букеты. Я действительно не замужем. Для меня это очень большой подарок, сюрприз. Я надеюсь, что это все будет. И что я сегодня оказалась на этом празднике. Это будет действительно огромный результат для меня. Илона пришла на праздник с мамой. Она заняла третье место на городском конкурсе «Самый уютный дворик». В семье очень любят выращивать цветы. Благодаря таким увлеченным людям город становится все краше. Здесь же наградили лучших представителей территориального общественного самоуправления. Всех тех, у кого в прямом смысле душа болит. За благоустройство, озеленение и чистоту. В итоге за все. Я родилась в этом городе. Жила, росла, работала. Ушла сейчас на пенсию. Я просто хочу, чтобы все были счастливы. Чтобы было жилось хорошо в нашем городе, в нашем поселке. И поэтому, знаете, самая главная моя цель, это прежде всего, наверное, объединить людей. Чтобы они любили свое место, где живут. Это первая моя цель. Марине Цыбак вручили медаль за выдающийся вклад в развитие города-курорта. Среди награжденных также директор филиала Московского педагогического госуниверситета Елена Некрасова. Конечно, мы мечтаем о процветании нашего города. О том, чтобы нам в городе жилось комфортно, хорошо. Чтобы над городом было мирное небо. Но то, что мы любим свой город, это несомненно. Все, кто проживает в Анапе, это истинные патриоты Анапы, которые не променяют свой любимый маленький курортный город ни на какие города мира. В этот день вручали медали 80 лет Краснодарскому краю и 225 лет со дня освоения казаками кубанских земель. А также имя Кубани. Среди награжденных ветераны локальных конфликтов, аграрии, работники культуры, предприниматели. Те, кто сегодня является движущей силой развития города-курорта. Город-курорт Анапа – это наш дом, в котором мы все с вами живем. И вместе с вами здесь стремимся к тому, чтобы его сделать лучше, краше. В такое тяжелое и нелегкое время мы все сплочены и находимся вместе с вами. Будем продолжать нашу работу для того, чтобы наш город простал и становился лучше. Я от всей души поздравляю вас с праздником. Вам всем удачи, в семье, дома. Всего вам самого хорошего. С большой любовью к городу Анапе. В День города принято подводить итоги. В первую очередь курортного сезона. Георгий Сингеров, директор санатория «Аквамарин», один из тех, кто стал почетным гражданином города-курорта. По его мнению, Анапа продолжает развиваться как детский семейный курорт федерального значения, но требуется уделять больше внимания главным ресурсам – морю и пляжам. Я очень надеюсь, что сегодня пришли те люди, которые очень сильно выровняют, если говорить о курорте, положение с морем, с пляжами. А в остальном все в Анапе, все хорошо. На развитие курорта идет. На театральной площади упоительным анапским вечером курортный сезон закрывали выступлением группы «Белый орел». Потому что нельзя быть красивой, такой тоже пели всей площадью, возможно, подразумевая и Анапу. Затем на сцене в буквальном смысле зажгли местные коллективы, а лето проводили салютом и латиноамериканскими ритмами. Вместе с тем, градообразующие санатории продолжают принимать пациентов. В межсезонье снижаются цены на аренду недвижимости. В Анапу приедут те, кто любит дышать свежим морским воздухом.